В правительстве Хакасии за год до выборов главы заговорили о создании новой структуры. В Сером доме решили организовать муниципальный совет. Якобы именно через него о проблемах маленьких поселений будет узнавать руководство региона. Впрочем, сами муниципалы в большинстве своем скептически отнеслись к такой идее. Тем более, что в республике уже есть объединение, решающие вопросы городов и сел. Ольга Стельмах продолжит. Много структур не бывает, решили в правительстве Хакасии. В России анонсировали новый общественный орган, муниципальный совет. Якобы он жизненно необходим, чтобы создать четкую вертикаль власти, где проблемы самого маленького села могли услышать напрямую власть держащие. Только вот власти, видимо, забыли при этом, что в республике уже существует два аналогичных. Первый рожден здесь же, в Сером доме. Совет по развитию местного самоуправления при главе республики Хакасия. Организация, куда входят и главы, и органы исполнительной власти. О работе совета за все годы его создания с 2008-го мало кто слышал. Тихо функционирует, если функционирует вообще. Чего не скажешь о другом его аналоге, который изначально еще с 2005-го, не подконтрольный правительству. Независимая ассоциация муниципальных образований. Под руководством главы эскизского района Абрека Челтыгмашева. В нее входят все администрации сел, городов и районов. Ассоциация сегодня сила. Мы много очень вопросов решаем. Именно вот когда собираемся на заседаниях главы, то есть по тем или иным вопросам, с тем же финансированием, сколько раз это нас выручало. Ассоциация словно кость в горле не давала правительству Хакасии замалчивать проблемы. Когда урезали бюджеты, блокировали счета и выплаты бюджетникам, они вставали и объединялись. У нас были попытки, я вам скажу, когда хотели расколоть нашу ассоциацию. Это было, наверное, в 2019 год. Не помню такое. Вот было такое. Миронов работал в то время, там еще один парень в правительстве. Ну, опять ничего не получилось. Отдельно вытаскивали глав, там переговоры проводили, параллельно хотели что-то сделать. Любое правительство, когда он создает ручное, муниципальный там союз какой-то, да, как они хотят создать, ну, что такое, ручное, но и всегда есть ручное. Она не только не нужна, она еще и вредная. Это фактически сегодня противостояние рождают между главами поселений и главами районов и городов. Сегодня, когда в правительство приглашают глав поселений и заряжают их против глав районов, создают, видимо, какую-то отдельную еще ассоциацию, ассоциацию в ассоциации. Не против подобных изобретений разве что столица Хакасии. Абакан всегда стоял особняком среди муниципалитетов. Поэтому и к правительственным экспериментам в мэрии относятся терпимее. Почему бы нет, но был бы от этого толк. Самое главное, чтобы при работе данного совета региональные органы власти слышали муниципалитет. Вот и получается, муниципальный совет новый, разве что в своем названии. По сути, это попытка подменить существующую сегодня и достаточно авторитетно ассоциацию муниципальных образований. Политтехнологи назвали бы такой ход удачным способом перед выборами избавиться от сильных оппонентов. Муниципалы же уверены, это очередная провальная идея правительства Хакасии. И если их не слышат сейчас, то где гарантия, что новый совет что-то изменит? Ольга Стельмах, Денис Тимирбулатов, Дмитрий Симонов, Вести Хакасия.